Без очередей и долгого ожидания. В городской поликлинике номер один за вакциной от гриппа один за другим постепенно приходят пациенты. Перед процедурой врач собирает информацию о хронических заболеваниях, просит заполнить письменное согласие. Если после осмотра все показатели в норме, ставят прививку. Это занимает буквально пару секунд, а эффект от вакцины оберегает иммунитет почти целый год. Получили мы 11,5 тысяч вакцин. 11 тысяч человек уже привили. Сегодня ожидаем получение еще 12 тысяч вакцин. Вакцины в достаточном количестве. Мы активно прививаем как в поликлиниках, так и по месту работы граждан. То есть мы связываемся с работодателями, с предприятиями и согласовываем с ними выезд нашей мобильной бригады на место работы. В первую очередь прививка необходима людям из так называемой группы риска. К ней относятся дети от 6 месяцев, беременные женщины, пенсионеры и ульяновцы с хроническими заболеваниями. Всего, как подчеркнули в региональном Минздраве, в текущем эпидсезоне планируется привить 785 тысяч жителей области. На данном этапе план выполнен на 20%. Препарата для процедуры хватает в полном объеме. Очень важно, каким препаратом, какими вакцинами прививается наше население. То есть обновляются всегда наши вакцинные препараты. И вы знаете, что на территории Российской Федерации работают две вакцины. Это четырехвалетная вакцина, называется ультрикос и трехвалетный савигрипп. С начала прививочной кампании с сентября этого года в регион поступило больше 400 тысяч вакцин против гриппа. На сегодняшний день поводов для беспокойства нет. Подъем заболеваемости не зафиксирован, ровно как и вспышки распространения инфекции. Тем не менее, в стационарах к эпидсезону медики готовы. У нас имеются возможности лабораторной диагностики. Например, на сегодняшний день в Центральную городскую клиническую больницу поступили тест-системы, позволяющие определять не только у пациента наличие гриппа и коронавирусной инфекции, но и обследовать его еще на 12 различных возбудителей, такие как метапневмовирусы, боковирусы, риновирусы, парагрипп различных типов. О коронавирусной инфекции сейчас говорят значительно меньше по сравнению с прошлыми годами. Поставить прививку от известного заболевания на данный момент не так просто. Препарат не завозят на территорию области. Однако иммунизация от гриппа, подчеркивают медики, помогает снизить риск тяжелого течения и коронавирусной инфекции.